и всем привет пацаны самый лучший геймпад если вы зададите этот вопрос такому же алтфажному старперу игроку как я он вам 100 за 200 ответит сеговский и я с ним полностью соглашусь если самый лучший геймпад это геймпад сеговский то сейчас я вам покажу самый лучший самый крутой геймпад а-ля сега а тут еще под него такую алтфажную газноту завезли что вообще кайф и это геймпад от компании восемь беду который я купил как обычно на алиэкспресс и ссылка будет как всегда в описании приезжает он вот в такой коробке на коробке указаны все системы с которыми он работает и которым подключается меня многие спрашивают ну нафига ты показываешь все эти коробочки распаковочки давай сразу обзор ребята ну чтобы у вас потом как можно меньше вопросов и возникало это даже после этого мне задают весьма странный по типу а кабель в комплекте и есть и есть пацаны кабель в комплекте вот такой и избитая все сантиметров так 50 фирменный с логотипом 8 беду и очень-очень годный его можно использовать для зарядки геймпада его можно использовать для зарядки других девайсов и для подключения их компьютеров поддерживает передачу данных ну и само собой разумеется по кабелю можно играть на геймпаде хотя лично я не испытывал такой необходимости потому что это единственный китайский геймпад из тех которые у меня были которые сразу же без танцев с бубном без каких-либо эмуляторов подключился к компьютеру и определился как геймпад от xbox но несмотря на это xbox'ом конечно тут и не пахнет по внешнему виду это классический сеговский геймпад от сеги dreamcast те же самые шесть кнопок тот же самый грамотный депад крестовина несколько дополнительных кнопок звездочка star select и home он кстати работает в инде остальные не работают кнопка старт два шифта шифты точно такие же как и основные кнопки то есть там не микро переключатели там под пластмасскими стоят резинки между шифтами порт для зарядки usb type-c и кнопка для пэринга по bluetooth на нижней части индикаторы которые нам показывают в каком режиме сейчас работает геймпад или зарядился он или уже заряжается а сзади есть маленькая шпаргалочка на которой написаны комбинации кнопок которыми геймпад вводится в тот или иной режим для подключения к различным девайсам по качеству исполнению друзья скажу так на алиэкспресс разгорелся в комментариях и в отзывах срач многие пишут что точно такой же как оригинальные отсеки даже круче многие пишут что до оригинального не дотягивает у меня к сожалению нету оригинального геймпада отсеки я не могу его сравнить по толщине по ширине по мягкости и точности нажатия кнопок но когда я взял его в руку пробежался под и паду и по кнопкам я мгновенно ребята оказался в своей юности это тот же сеговский геймпад и даже круче но учитывая что у меня от сега была не оригинально это тот же мягкий легко позиционируемый депад который несмотря на то что он вот такой круглый они раздельны никогда не допустит ложных срабатываний собственно из-за формы и из-за того что депад на сеге был очень годный я его взял потому что взял я его играть не олд-фажные игры а в 9 mortal валять таким же старпером как и я и с этим геймпадом получается очень и очень даже неплохо но прав для mortal kombat приходится в игре конечно немножко перенастроить кнопки это те же самые друзья 6 кнопок с одной стороны невероятно мягкий а с другой стороны невероятно упруги с хорошей тактильной даче ты всегда знаешь какую кнопку ты нажал и точно ты ли ее нажал или нет это те же самые удобные формы которые позволяли по 12 часов свое время гамать не отрываясь даже на еду и сортир друзья это тот же самый кайф мне больше сказать нечего просто подключаешь без каких-либо проблем играешь и кайфуешь на этом у меня все оставайтесь на канале всем кайфа от игры от покупок всем удач всем пока